добрый вечер дорогие друзья сегодня у нас с вами картина акрилом такая крупным планом ягода гипердиализм можно сказать сразу определим самое светлое место это вот это место самое темное это здесь вот ягода в тени и у нас несколько плоскостей здесь вот эта вот плоскость будет холодненький розовый цвет здесь такой яркий алый практически ну не оранжевый конечно но с желтизной и сюда уходя клопничка будет темнеть в расчет мы сейчас с вами брать не будем вот эти вот белые блики да все все вот это вот тени пока мы будем с вами сначала делать первый слой подмалевочный слой так вижу да что все видно слышно спасибо большое так сейчас я уберу фотографию и расскажу какими они давайте вначале мы с вами сделаем карандашный набросок чтобы было легче сделать семечки потому что семечки но если не в том направлении их нарисовать то у нас будет мешанина в общем надо чтобы это все было правильно давайте вначале значит контур самой ягоды примерно как она у нас идет она идет вот сюда вот направление ягодки сюда поэтому вот здесь как бы самая широкая часть и потихонечку сужается к этому углу на сейчас с вами если будет плохо видно карандаш тоже мне напишите пожалуйста так округленько смотрим опять же вот это расстояние до примерно на сравнение набросочек конечно не сложный и закругляем вот сюда вот их конец клубники уходит у нас за холст сейчас я попрошу своего техника убрать тень сделаем свет получше так ну и вот сразу вот делаем неровность да вот тут немножечко здесь как спадинка получается и вот сюда спускается ягодка даже можно еще ниже сделать сразу можно наметить листочки как бы не принципиально прям делает так как там так листочек лежит больше или меньше лет тоже не принципиально вот так я такими линиями намечаем потом их в краске сделаем фон у нас будет тоже размытый я расскажу как его размыть именно акрилом потому что акрилом вообще славновато конечно это сделать обычно это в масле делают ну акрилом тоже можно так сейчас я так чуть-чуть проверю в принципе да вот у нас ягодка лежит и теперь смотрите друзья значит как у нас идет направление семечек вот так вот мы сделаем как вспомогательные линии чтобы они нам помогли выстроить этот ряд семечек то есть вот все это сводится к предполагаемой предполагаемому кончик куда вот здесь который уходит за кадр вот такими вот такую сделаем сеточку просто нам в помощь и теперь смотрим вот это направление как у нас идут семечки сначала вот так чуть-чуть выемка потом вот уходит сюда видите направление и вот сюда так и потом такими линиями и ушли все эти линии конечно мы в расчет брать не будем мы их краской потом закроем вот и сейчас семечки не обязательно делать такие мелкие как вот они есть на фотографии и делать их много мы сделаем немножечко их покрупнее и немного меньше в смысле количества просто в этом случае будет казаться ну как бы будет впечатление что ягода сфотографирована еще ближе да вот осмотрим тоже примерно 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 да я вот буду намечать как бы на самом верху их не слишком сильно видно но мы все равно наметим небольшими они там кстати мельче чем уже здесь на первом плане здесь ну и вот здесь я уже пойду намечать и сделаю их побольше и видите они такие каплевидные да и никаких как бы сказать вам острых углов нету такие вот овальные вот не забываем руководствоваться вот этими линиями вот как они уходят семечки не надо ни по линиям никак все это в разброс таким образом самые светлые у нас семечки наверху здесь они прям яркого такого желтого цвета дальше уходят в тень и там будут уже темнее и самое важное нам сейчас это разложить по тону вот эти вот плоскости о которых я уже упоминала вот туда они уходят они даже бывают видно да что они вот так вот немножечко торчат так мы их и сделаем некоторые тоже уходят в тенек так эти бочком у нас семечки вот такой не сложный карандашный набросок но тем не менее он начинающим художникам поможет соориентироваться и сделать правильное чтобы получился и объемчик и попасть в цвет вот видите я так просто произвольного делаю их если что-то непонятно задавайте вопросы походу я вам сразу отвечу крупнее дайте которые здесь поближе можно сделать покрупнее начнем работать в цвете я делаю так прям жирненько чтобы было видно на экране вот такая немножечко занимающая время процедура ничего страшного время у нас есть вот туда мельче 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 уходит не забывайте ориентироваться на линии какие-то ближе друг к дружке не обязательно их на равном расстоянии делать даже не то что не обязательно а и не нужно это делать чтобы клубника не выглядела декоративной вот там те которые уходят в тень слегка мы их наметим можно даже вот так вот сделать как будто семечка тоже ушла за кадр даже хорошо ну вот практически все есть ну и все там я уже не будут прописывать вот такой вот карандашный набросок да у нас получился и сейчас я расскажу какими красками мы будем работать ну прежде всего это у нас белила титановые цинковые белила не берите потому что они прозрачней титановые так теперь у нас различные оттенки красного ну вот у меня киноварь это яркая алая краска без которой вот нам прям сейчас никак не обойтись потом красная темная чуть-чуть потемнее ее киноварь и краплак красный он еще темнее так теперь для у нас есть еще места которые холодненькие не только теплые красные нам нужны но и холодненькие вот у меня розовая темная можно еще вместо нее взять карминовую краску они похожи между собой можно и то и то работать так теперь у нас значит что светлый желтый можно ну вот темный желтый обязательно и светлый желтый можно взять лимонный ну насчет лимонного мы посмотрим в процессе работы как он будет себя вести можно взять неаполитанскую желтую она тоже светлее чем желтая темная если нет светлого обычного желтого то вот неаполитанская подойдет ну на всякий случай мы возьмем ультрамаринчик тоже для холодных мазков потом что у меня еще есть травяной зеленый ну вот например окись хрома можно другую любую вот у меня еще зеленая светлая как вспомогательная но в принципе вернее не принципиально брать зеленую светлую потому что ее можно сделать размешав белила с зеленью и желтого добавив еще у меня коричневый ум броженая и английская красная тоже может быть пригодится я буду озвучивать все красочки которые буду использовать так и сейчас мы с вами сделаем сейчас я выдавлю все краски на палитру так и вижу что мне написала Елена угу угу спасибо ага да очень приятно когда урок нужен действительно кому-то но подобное подобную картину я писала в большом формате 50 на 60 тоже очень крупным планом клубника даже была ближе чем вот она сейчас у нас есть и получается вот в большом формате очень эффектная интерьерная картина но она конечно немножечко декоративная как бы потому что художники насколько я знаю не пишут такого плана картины да вот так крупно вот как бы классические художники не пишут но тем не менее почему бы и нет если нам этого хочется что нам запретит оформляется она потом в гладкую простую гладкую черную рамку и вот у кого интерьер допустим лофт там такой белый минималистический вот такая вот такое яркое пятно на стене очень эффектно смотрится ну сейчас в данный момент чтобы не сильно как бы много занять времени я взяла 30 на 40 40 на 50 50 на 60 как вот вы хотите как вам как вам нужен размер такое нужно взять так вот сейчас я практически выдавила всю красочку так конечно попробуйте Светлана обязательно напишите это интересно все равно опыт вот сейчас я взяла те краски которые мне нужны и мы с вами начинаем с плоскостей ну вот обратите внимание на фотографию клубники плоскость я опять сейчас тоже карандашиком отделю ту которая у нас холодненькая ну примерно 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 обходя да эти семечки вот одна эта плоскость будет холодненькая там дальше ну она не резко обозначена поэтому я ее так сильно не буду обозначать и здесь сейчас начнем сверху я возьму карминовую краску вот она самая яркая у меня и в нее немножечко добавлю желтого чтобы сделать ее ярче сильно оранжевый делать не нужно больше красного чем желтого и начнем так можно даже светлее не забывайте что акрил при высыхании темнеет поэтому изначально замешивать нужно светлее краску вот чуть-чуть еще белил беру в этот же замес и вот теперь вот как бы вот вот цвет который нам нужен сейчас попробуем еще раз и начинаем ну довольно таки такой пастозный слой делаем пусть вас не смущает что будет поначалу видно вот эти вот карандашные линии потом мы все равно еще наложим слой и они уйдут и пускай вас не смущают белые блики да где-то там еще под семечками блики тени это сейчас нам пока ничего не нужно мы сейчас просто делаем подмалевок вот и если где-то не нравится да вам допустим контур клубники можно будет ее сейчас наметить наметить когда делаем в цвете все равно лучше заметней на фоне белого будет заметней как нам правильнее сделать так ну туда я уже дальше не пойду здесь будет другой цвет так вот до этой линии которую я отметила ну примерно опять же примерно не бойтесь залазить на сами семечки они тоже потом более яркой краской перекроют так 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 Спасибо большое, Елена Спасибо Ну да, видите Одна голова хорошо, а две лучше Так, вот мы Вот здесь у нас как бы вот уже начинается более темный оттеночек Вот сюда именно, в эту сторону Поэтому я сюда уже этой краской не пойду, а продолжу здесь Акрилом удобно в том смысле писать, да, быстро картину, когда нужно Потому что быстро сохнет И чем больше слоев в акриле, тем картина будет выглядеть живописнее Потому что акрил не такой укрывистый, как масло Он все равно немножко прозрачный, да, вот если обычный слой ложить И слой, другой слой немножечко просвечивает из-за этого Ну, в общем, и получается, когда многослойная живопись Очень красиво, эффектно и вообще живописнее получается Так, ну вот Сюда чуть-чуть пройду Так, чтобы у нас не слишком был заметен переход Я сейчас возьму неразбавленную киноварь Как она есть просто И попробую, видите, она немножечко темнее Вот как раз Смешивая вот этот слой с этим слоем Мы делаем переход уже к более темной части ягоды Он туда будет еще темнее, конечно Сейчас поэтому здесь делаем Вот так, немножечко туда заходим Пока слой там мокрый еще Можно их смешать В акриле слои смешиваются только по мокрому и только сразу Нельзя оставлять, что ага, пускай Сейчас я еще тут намажу, тут намажу А там вернусь еще Нет, если вы хотите смешать сразу Вот, надо делать это Так, можно добавить темную красную Теперь еще Могу даже немножко их смешать Вот карминовую с темной красной Посмотреть, вот она еще темнее пошла И вот мы с вами разложим по тону И постараемся сразу попасть и в цвет Первый подмалевок в акриле всегда некрасивый Зато когда потом ложишь второй слой Все неровности, как говорится Все пятна какие-то там оставшиеся Сглаживаются И получается Уже совсем другой эффект Вот, я продолжаю темные красные Не знаю, как там камера у вас передает Вот эти вот отличия от цветов Ага, Светлана, вижу, спросила Нет, Светлана и я и маслом рисую Зайдите к нам Ну и вы уже, в принципе, зашли к нам на YouTube-канал Там много и маслом уроков у меня И акрилом Но акрил я очень люблю Не знаю, почему Ну, ну, так же, как и масло, в принципе Поэтому я попеременно, по желанию Пишу и тем, и другим Если вы еще ничем не писали Ну, допустим, только пробуете Делаете Ну, вот не знаете, чем начать Маслом, да, или акрилом С чего начать вам вашу живопись Я бы вам посоветовала Начать именно с акрила Потому что Ну, освоив эту технику, да Именно то, что вот он быстро сохнет Именно Тогда, когда у вас получится смешивать цвета Да, вот эти вот Делать эффект размытости Вот только после этого Переходите к маслу Потому что масло в этом смысле вас разбалует В масле легко делать переходы от цвета к цвету Как бы оставить мокрый слой Да, там, отойти куда-то Или написать, допустим, в другой части картины что-то Тут оно не высохнет Тут можно продолжить Вот масло в этом смысле вас разбалует Но если вы вначале Ну, как Научитесь писать акрилом То маслом вам будет легче Но умение писать акрилом Никуда не уйдет Просто знаю людей, которые После масла на акрил Хотели перейти, ну, попробовать И у них вот это вот не получалось Они психовали Не могли понять, почему так Вот, и, как говорится, бросали потом Так, Ирина спрашивает Кисточка влажная? Да, ну, знаете, как Я немножечко ее макаю в воду Но, в принципе, беру чистую краску Неразведенную Пастозно беру Потому что сейчас покрываем этим слоем Пастозно Так, теперь у нас Краплак красный Возьмем, вот он рядом У меня, видите, насколько он темнее Тоже, видите, я не макаю В воду Ну, достаточно жидкая Сама краска акрил И вот здесь сейчас мы с вами сделаем Тенек Опять же, видите Можно зайти на предыдущий слой Делаем тень Неровную И надо делать ровную поверхность Вот здесь вот контур ягоды Чтобы она не была такой, знаете, как вырисованной Четко Она не такая на самом деле Вот так вот кое-где Я зашла В предыдущий слой И продолжаю дальше укрывать уже Темненьким Оставляйте эти места Конечно, можно было бы Вот как в масле Опять же, я сравню немножко Можно закрыть полностью Да, красным Все пространство, которое мы хотим укрыть Не обращая внимания на семечки То есть не оставляя вот эти вот Белые пятна В масле, допустим Высохнет этот слой И вы спокойно уже сделаете эти семечки Масло укрывистое Но в акриле, если бы сейчас я вот это все закрыла красным А потом начала бы делать семечки Мне пришлось бы к ним возвращаться еще много и много раз Потому что прозрачность акрила не дала бы мне сразу это все сделать И пришлось бы либо слишком пастозно Большой слой брать, толстый Вот Либо делать это снова и снова И обязательно с белилами Поэтому мы сейчас как бы Такую вот Не слишком веселую часть Делаем То есть вырисовываем пока что так вот Эти семечки Но зато потом нам будет легче работать Вот темненький слой Так Еще кое-где вот подмажу Потом когда мы уже будем делать сам объем Тени Тогда посмотрите Как нам это все помогло Вот эти этапы, которые мы делаем сейчас Еще вот сюда Укрыли И теперь Розовая или карминовая Краска Вот она у меня Видите, у нее такой как цвет фуксии получается Да Вот я беру белила в нее И делаю Такой вот Розовый получается Холодненький цвет Сейчас посмотрим, как он на холсте И может быть чуть-чуть добавим теплиночки Вот какую-то из этих красок Если будет слишком Ну да, можно немножечко его сделать и светлей И светлей И чуть-чуть добавить, допустим, вот красного Такого И еще белил Сейчас даже если мы немножко не попадем в цвет Ничего страшного Сейчас нам главное потом это все разложить А потом второй слой уже будем корректировать, как нам нужно Ну вот я Опять же захожу на предыдущий слой Потому что, ну Все равно такой четкой линии не должно быть Так Лена Да, вот видите Да, так и получается Что маслом после О, вернее, акрилом после масла Очень тяжело Понять эту технику Да, конечно, Лена Вы можете писать и маслом Вот сейчас Запросто Точно так же все Немножечко, может быть, вам придется там какие-то слои подсушить Если вдруг Что-то будет там, краску будет тянуть друг за дружкой Слой за слоем Ну а так, в принципе Пожалуйста, и маслом Да, масло можно исправить Ну а хотя не сильно исправишь тоже Потому что Если уже слой положен, да И тоже такой пастозный То нет Сильно не исправишь сразу Надо ждать, пока высохнет Так, ну вот я даже беру Чуть-чуть посветлее сюда Вот опять накладываю Видите, вот он высыхает Акрилы делаются темнее Вот я Так, слегка-слегка вот делаю Даже пускаю такие вот остаются Пропрешины красного Ну зато уже потихонечку на экране вырисовывается Ягодка Видно, где она будет светлее Вот сейчас еще даже чуть-чуть сюда Положу Еще более светлый розовый Вот так как у нас, да Свет основной отсюда идет Получается, что самые светлые Здесь будут блики А тут потом немножечко уже розовее Без белил в акриле, конечно, никуда Краска очень прозрачная Если в нее не добавляешь белил Так, белила у меня кончились Наталья, спасибо большое вам Мне всегда приятно видеть И ощущать, что Мои вебинары смотрят И они нравятся Спасибо большое Так, ну вот Розовенький И сейчас вот в этот розовенький Я добавлю Красный Красный уходит в тень Даже вот можно темненький такой добавить Вот краплак красный И уводим в тенек Вот этот вот конец Клубники Так Еще Еще потемнее можно Можно потеплее даже Вот взять карминовую Вот Подмалевок, да Именно самой ягоды Почти готов Вырисовали мы все семечки Теперь они никуда не денутся Так И вот сейчас пока сохнет Давайте сделаем Нет, не листочки Давайте-ка мы с вами сделаем сейчас Фон Размытый фон За счет того, что Тут будут размытые пятна Сама клубника Еще больше Выдвинется к нам навстречу Будет выпадать С холста Появится еще Больший объем Ну вот сейчас Я вам покажу Как делать Размытости У нас на заднем плане Значит тоже Лежат клубнички Ну понятно Что мы их не будем Прям вырисовывать Четко Вот я беру Белый Сейчас уже Уже и красные Закончились Сейчас я и красные Возьму Ну те же самые краски Опять же Все я оставляю на палитре Потому что второй слой Мы без них не обойдемся Так Киноварь Вот у меня опять эти краски И с берилками Замешиваем Сейчас попробуем Как Беру Теперь уже Более жидко Вот положила Киноварь И взяла тут же Белил рядом И вот теперь Просто сейчас покажу Как пример Потом продолжу делать Уже Со всеми там Бликами Кисточку моете Полностью От краски Вытираете Тряпочкой Вот И вот такими Вот движениями Растирочками Видите Растирочками Мы делаем Размытый То есть Мы смешиваем Две краски Белую И красную Переход Плавный Как масле Вот видите Сейчас мы сделаем Тень Которая там Присутствует Для этого Возьму Только так По мокрому Акрилу Про непросохшему Писать нельзя В отличие от масла Опять же Потому что Если слой Не просох И вы начинаете Дальше Его Уже Следующий Слой Тереть Он просто Будет Предыдущий Скатываться И у вас Будут такие Получаться Проплешины Будет Видно Холст В общем Как дырки Некрасивые Поэтому Обязательно Первый слой Должен Полностью Просохнуть Так Я взяла Немного Ультрамарина И смешаю Сейчас С розовой Темной Вот получается Такой Фиолетовый Цвет Вот тоже На заднем Плани Положу Там где Тени Не особо Так тоже Можно Это все Вырисовывать Вот я Ложу Следом Сразу Красный Рядом Чуть Чуть С белилками И опять Я мою Кисточку Вытираю Тряпочкой И вот Пока Этот слой Мокрый Я его Смешиваю Тут Чуть Чуть Можно Добавить Темненького Вот видите Просто Такими Вот пятнами Сейчас И будем Делать Фон Наш Так Нет Вот Такими Пятнами Взяла Тут же На Эту Кисточку Тут же Взяла Берилки Закрываем Закрываем Полностью Белый Холст Не страшно Если Зайдете На Саму Ягоду Вот У меня Я варьирую Цвета Такие Такие Пятнышки Делаю Но Только Размытые Пока Все У меня Это Еще Мокрое Вот Так Я Варьирую Так Так Ага Если Маслом Писать Ну Маслом В принципе Да Если Вам Нужно Сделать Новый Слой А Вам Предыдущий Слой Мешает То Лучше Чтобы Он Просох А Так Не Обязательно Конечно Фон Можно Конечно Сделать Однотонным Это Я Уже Просто Вот Делаю Как Б Мне Вообще Нравится Когда Размытый Фон А Это Ваше Желание Как Хотите Так И Делайте Здесь Я Совсем Светленько Белый Возьму Как На Фотографии И Дальше Жидко Светло Такие Контуры Можно Делать Небольшие Чтобы Было Видно Что Там Ягодки Лежат На Обычном На фоне Однотонном У вас Получится Декоративный Бессюжетный Получится Этюд А Когда Уже Там Клубничка На Дальнем Плани Это Уже Уже Сюжет Что Она Не Одна Что Ее Собрали И Она Откатилась От Своих Подружек Закрываем Потому Что Белый Холст Если Останется Он Будет Нам Мешать Вот Такие Сделаю Я Чуть Чуть Слегка Белилками Сделаю Пятнышки И Здесь Тут Же Беру Белый И По Этому Слою Делаю Так 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 И вот сюда Тоже продолжим Такой, ну не чисто белый Как на фотографии я возьму А вот на эту же кисточку Чуть-чуть такой розоватый Получился В принципе При желании фон потом можно переписать Еще одним слоем закрыть Вот я его Берилками вот закрываю Ну такими Ну тоже достаточно пастозно Такими мазочками Вот сюда Такие пятнышки Сделаем белилами Ну в общем мешанина Слегка-слегка Ну все Пускай пока так У нас с вами главная героиня Это сама клубника И сейчас давайте сделаем зеленые листочки И у нас останутся белыми только селочки Возьмем травяной Здесь у нас на листочках тоже есть Оттеночки различные Там и желтоватый проглядывает И какой-то темноватый, коричневатый И вот тоже я делаю Такой Слой Не очень жидкий И беру желтенький Сюда же Вот подмешиваю Это у меня неаполитанская Желтая И сверху Прям подмешиваю Видите Кисточку даже не мою Рядом у меня зеленая Светлая Вот я и ее использую Чуть повыше И ее можно допустим С лимонной смешать Вот она будет еще светлее И этот светленький Вот сюда Чуть-чуть белье можно добавить Для укрывистости Желтенький Темненький И есть даже темное место у нас Я его Вот этот вот фиолетовый Который мы намешивали Его можно тоже положить И вот так растянуть С другими красками Вот листик будет более живописным Так, здесь слой еще мокренький Сюда мы еще кусочек листика добавим Так, а дальние листья у нас вообще светлые Они тоже уходят как бы вдаль Они такие полуразмытые Поэтому я возьму Намешаю Вот с ультрамарином Такой голубоватый цвет И чуть-чуть зелени туда И вот таким светленьким Сделаем Листик на дальнем плане Дальше можно еще голубее Друзья, спасибо за донатики Ну тоже у этого листочка Есть объемчик Поэтому мы вот здесь Сделаем прям посветлее А сейчас будет середочка Где я ее оставляю И возьму просто Более темный, зеленый Вот так обозначим Добавлю желтого, лимонного И у нас вот прям похожий Такой же листочек Вот этот Тоже с белилками И с голубым С синим обязательно Намешать Зелененький Белил можно побольше Он такой светлый-светлый Даже не нужны четкие контуры Здесь никакие Светленько-светленько А вот там вот уже Можно будет потемненье сделать Смешаем желтый с зеленым Чтобы он поярче был чуть-чуть И вот То пятнышко тоже закроем Подкорректируем листик Тут же Где-то сюда Вот у нас тут еще Тоже светлый Листок Такой почти желтоватый Такими пятнами То светлыми, то темными Мы его и сделаем Ну и те На дальнем плане тоже Не слишком четко Вырисовывать их можно И чуть-чуть поярче Цвет взять Чуть потемнее Тут даже за кадр уходит Листик Пускай Добавить живости Все равно В нашу композицию Любой цвет И направление Какие-то там пятнышки Вот лист И сюда Сейчас сделаем Листочек Вот отсюда Так вот Он выходит И вот здесь Чуть-чуть Вот такими пятнышками Пускай Первый слой у нас есть Именно листиков Оставим их пока высыхать Самое главное Что мы Сейчас убрали Все Светлые пятна На холсте Ну кроме семечек Конечно Ну вот Семечками мы сейчас С вами как раз Займемся Вот по возможности Когда начинаете работать Светлыми красками Обязательно меняйте воду Чтобы цвет был чище Ну и в масле Допустим Я могу поменять кисточку Ну в акриле Не обязательно Потому что они Кисточки хорошо отмываются Так А вот сейчас Опять же Нам нужно будет Много белил Я себе беру белила И все желтые Какие у вас есть Сейчас мы будем смотреть Потому что у нас Семечки тоже Разного цвета На них тоже есть Свой объем А так как у нас Живопись Очень крупным планом Поэтому нам нужно Обязательно Все эти объемы На семечках Показать Видно Вот я беру Кисточку обычную Поменьше Двоечка у меня По-моему Троечка Троечка Обычная Не плоская Вот И смотрим Начинаем со светлых Светлые Это обязательно С белилками Я намешиваю Сейчас я Так С лимонным Будет Очень Очень Такой Кислотный Яркий Поэтому нет Лимонный Пока не берем И намешиваем Обычный Желтенький Можете Светлый Можно Темный Без разницы Какой вы возьмете Главное Чтобы вы Белилками Это все Скорректировали Вот Примерно Такой Цвет Так И Делаем Пастозно Тоже Еще Больше Белье Положила Делаем Вот Пятнышки Те Которые У нас На дальнем Плане Можно Вот Сейчас Я говорила Что поверх краски Не нужно Но в данном случае Сейчас Те ягодки Которые Не слишком Выделяются Мы можем Сделать и поверх Предыдущего Слоя Краски То есть Добавить Немножечко Их Вот тоже Для живости Вот сейчас Возьму Потемнее Те Которые Уходят Дальше И Поярче Вот я Тоже Сейчас Делаю Пока Без Теней Просто Закрываем Цветом Просто Делаем Первый Слой Так Здесь Довольно Таки Яркие Вот здесь Можно Так Чуть Чуть Посадить Кое Где Петлом И Корректируйте Сразу Форму Делаем Округлая Где Это Нужно Где То Есть Бочком Она Лежит Семечко Вот Видите До Свет Вернее До Темного Слоя Там Где Светло Мы Делаем Светлые Пятнышки А как Пойдем По Мере Ухода Вниз В тень Пятнышки Будут Тоже Темнее Так Ну Вот Здесь У нас Практически Не Видно Никаких Теневых Сторон Вот Сейчас Я возьму Коричневую Еще Можно Взять Английскую Красную Сейчас Мы Попробуем Какой Лучше Подойдет Или Умбру Женую Ну Марс Если Не Помню Что-то Есть Он В акриле У нас Марс Нет В акриле Марса Нету Есть Умбра Вот Поэтому Берем Умбру Сейчас Мы Попробуем Сейчас Я Светлое Место Вот Участок Сделаю Все Семечки И попробуем Сразу Объемчик На них Положить Яркие Ягодки Можно Посветлее Еще Еще У нас Вот эта Неаполитанская Которая Она Не очень Яркая Поэтому Ее В тень Можно Тоже Подмешивать Так Вот Здесь Пошли Уже Семечки У которых Верх Светлый А Низ Более Темные И вот Сейчас Давайте Этот Участок Сделаем Уже С тенями Та Света Кисточка Синтетика У меня Так Ну Вот Берем Сейчас Попробую Английскую Красную Как Вы знаете Это Такой Красно Коричневый Цвет Имеет И попробуем Сделать Ее Только Немножечко Посветли В принципе Она Подходит Не так Не такую Жесткую Жесткий Цвет Чуть Вот так Уберем Да Так как У нас Свет Отсюда Значит Вот Тут Снизу У нас Будет Тенечек И вот Этот Тенечек Мы Делаем Сейчас Я еще Попробую Умбру Да Вот Нужно И Умброй Тоже Вот И Варьировать Где Темнее Там Можно Темный Коричневый А где Светлее Там Можно Красно Коричневый Тут Даже У некоторых Ягодок Посередке Идет Так Наверху Практически Практически Нету Таких Теней Так Чуть Чуть Может Быть Вот Я Иногда Так Вот Пальцами Тоже Корректирую Сейчас Даже Делая Вот Свет И тень Все Равно Еще Нет Того Объема Который Будет Когда Вот Этот Слой Мы Доделаем Здесь Тоже Темненькая Так Это Пока Мы Не Трогаем Ну Тут Просто На Некоторых Можно Так Пятнышко Положить Так Где Еще Ориентируемся По Фотографии Где-то Светлее Где-то Темнее Делаем Вот Так Тени В Некоторых Случаях Я Смешиваю Коричневый С Красно Коричневым То есть Английскую Красную С Умброй С Женой Здесь Здесь Допустим, вот в некоторых прям так ободком идет тень Где-то она просто вот так Где-то и с другой стороны Чуть-чуть посветлее можно Ну эти пока мы не трогаем дальние Там сильно не видно этих теней на ягодках Так, единственное, вот здесь можно сделать И сейчас я возьму белила Белила чуть-чуть можно желтизны добавить Вот не знаю, как вам видно У меня уже просто тут намешано На палитре много всего Вот я с белилками Чуть-чуть такой желтоватый цвет намешиваю И мы сделаем объемчик на семечках Вот верхние блики Положим Прям такими жирненькими мазочками можно Не везде Мы еще потом добавим чисто белого Вот какие-то вот просто пятнышком Как я говорила, да, особенно сверху Вот просто пятнышком таким Здесь в этом случае та сторона остается в тени Поэтому эту сторону делаем светлее Вот тут Так Пока оставляем так Сейчас мы еще сделаем тенек вот здесь внизу Именно семечек Ну и давайте дальше закроем наши семечки Сейчас уже более темным будем работать Темные желтенькие Сейчас я в него добавлю английскую красную Вот такой вот цвет получается Не оранжевый Вот он какой-то такой Желтовато-коричневый Можно попробовать охру Ну у меня сейчас в данный момент охры нету Но можно попробовать И тоже варьировать Либо добавлять в нее светлого Либо темного Так Чуть-чуть вот я вот здесь укрою Давайте здесь вот эти вот все семечки сделаем потемнее Вообще лучше всего всегда делать темный слой сразу А потом уже ложить свет В этом случае туда где надо вы положите свет А там где нужно останется тень Еще темнее я делаю Йоготку Ой семечку И делаем форму Ну да Вот как я и говорила Первый слой довольно некрасивый Но это очень легко исправить Так Ну вот здесь тоже Да давайте темненьким В общем сейчас нам нужно Укрыть все семечки Добиться чтобы у нас не осталось ни одного Голого пятна Друзья задавайте вопросы Если есть у вас вопросы еще Пока мы это сделаем Можно поговорить Вот эти вот семечки которые уходят у нас За край холста тоже обязательно нужно их сделать И те которые немножечко выходят за контуры Где-то их там видно Вот их можно потемнее Но тем не менее тоже можно обозначить Вот я сейчас еще темнее делаю Вот как раз в это время у нас сейчас высохнут Вот эти семечки Ирина поняла вас Все да Все да Все семечки у нас уже укрыты И вот сейчас давайте Посмотрим где у нас свет и тень Ну чуть-чуть мы вот здесь уже разложили Ну чуть-чуть мы вот здесь уже разложили А теперь посмотрим что каждая семечка как бы в выемке находится Да в своей И вот эти выемки сейчас нужно будет показать Для этого возьмем более темную краску Темнее чем допустим вот предыдущий слой Здесь у нас была карминовая Поэтому мы сейчас возьмем краску потемнее Красную и темную И там где это нужно Вот сейчас сделаем Будем делать вот таким образом И заодно Допустим этот же цвет Протягиваем немножко дальше Там где вот он тоже Дает какую-то тень И вот тут видите Делаем и протягиваем чуть-чуть дальше А где-то вот будет на контуражуре Там где будет темно Там у нас объемчик даст наоборот светлый блик Так ну давайте дальше И опять же да заодно будем корректировать Саму форму семечки Где-то сделать покруглее ее Где-то можно даже поменьше сделать Там вот где она как бы уходит туда дальше Уже по плоскости Где-то я возьму сейчас вот чистый карминовый И вот так тоже проложу местами Заполнять будем сейчас вот эти пространства И заодно получится, что мы сделаем и второй слой сразу Вот здесь прям сильно выраженный да такой? Объемчик Видите, где-то светлая Вот где будет у нас светлая Где-то мы положим вообще чисто белый Где-то будет вот такой останется Мы его сейчас еще Кроем А здесь наверху у нас тоже розоватый такой вот идет отцвет Сейчас мы его тоже сделаем розоватый Розовый у нас Как вы помните, как мы сделали здесь Розовый темный с белилами И вот такой же розовенький Сейчас вот здесь вот такие мы положим Чуть посветлее Бликами, мазочками Пока только розовенький Дальше тоже будет еще светлее Вот тут чуть-чуть розовенького положим А вниз наоборот темненького А вниз наоборот темненького Теперь мы уже должны четко разложить по цвету Попасть в цвет, угадать цвет Так, ну и тем не менее Здесь у нас, значит, холодные Но тем не менее тени все равно будут теплые И вот здесь тоже будем сейчас таким Можно немножечко, мне кажется, смешать Теплый с холодненьким розовым Чтобы не слишком контрастировали эти тени Друг с другом, ну цвета И вот где-то не до конца Где-то вот просто вот так вот, видите Где-то прям сильно Будет тенечек Ну, сейчас как бы тоже такая кропотливая работа Где-то тень прям сильнее будет Вот сверху, допустим, здесь можно Даже чуть-чуть добавляю коричневого в этот замес Или красно-коричневый тоже можно Потому что уходит вниз, да, и тени сильнее проявляются Вот, тем не менее, чуть-чуть положили Вот, где-то здесь тоже тенечек А вниз уходит чуть-чуть посветлее Вот опять я коричневый взяла И сделала чуть потемнее Когда на косточках сделаем свет Тень у нас еще больше проявится Вот такие можно сделать, да? Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть уходит туда И вот так каждую семечку нам нужно сейчас с вами сделать Это именно тот объем, который нам нужен То есть получается Та плоскость, которая в тени Она дает естественный тепло-красный цвет клубники А все остальное, что освещено как-то вот так вот сбоку Оно будет холодненько-розовым Так Вот у меня еще краплак красный Мы пойдем сюда с краплаком Вот так И тоже смотрите, друзья Вот сделали как бы ободочек этот теневой И чуть-чуть вот мы ложим Коричневатый Вот красно-коричневый, допустим, я беру Английскую красную И немножечко на семечку Потому что есть такие места, где семечка тоже С такой вот штучкой темненькой И ни в коем случае не делать одинаково Ну, то есть где-то вот они Разорвался, да, вот этот вот слой краски Где-то наоборот продолжился Вот так будет выглядеть естественнее Так, ну, где-то я вот тут немножечко усилю И продолжаем сюда А вот с этой стороны Вот если посмотрите по фотографии, да Там наоборот, там вот идет здесь темненькая А здесь прям возле семечки Наоборот светлая бликует Поэтому вот здесь раз светленьким Вот можно так вот Или же оставить тот слой, который у нас есть Более светлый А рядом положить темный Чуть дальше Вот так Случайно залезла в зеленый Вот продолжаем Вот хорошо, что мы с вами сделали не слишком много Не слишком мелко семечки Да, потому что все-таки Я понимаю, что вам Ну, раз бывает скучно на вебинарах Когда вот такая работа Кропотливая И однообразная Но тем не менее Без этого никуда Ну вот я Как бы продолжаю Дальше этот слой темненький Корректирую семечку Оставляю чуть-чуть светлого И сюда дальше продолжаю снова И опять так же Возле самой семечки Можно даже еще потемнее Вот здесь положить И вот здесь Оставляем чуть-чуть светлого Ну, либо же мы потом Это цветы Пропишем Отменить Ну, как обозначим Так Так Там семечки, которые вообще уходят Вдаль Темненькие мои Даже вот можно вот так Слегка-слегка Кое-какие Сделать красненками такими Так Вот здесь темненьким Вот здесь сейчас Можно брать английскую красную И добавлять ее И добавлять ее В темно-красный цвет И вот этот тенечек делать Вот здесь Ну, а дальше Вот, например, сюда Вот где у нас Уже основная тень Там, в принципе, даже уже И не видно Где у нас там семечка Где просто темная Светлые блики Вот поэтому я сильно Сейчас здесь Вот это темное Вырисовывать не буду Я просто сделаю Обычный второй слой Потом мы просто Светленьким Там покажем Где надо объемчик Обязательно на контуре Вот здесь надо сделать Темнее тоже Мазочками Опять же Корректируем Край Где-то темное Пятнышко Можно положить Еще более темное Имеется ввиду Продолжаем Чтобы ничто не пропустить Внимательно смотрим Здесь используем Прям темненький Коричневатый Коричневатый Заложим Вот сюда Коричневатый Заложим Делаем Теневую сторону Семечек Тоже немножко По возможности Да Бывает Трудно сразу На все Обращать внимание Как бы По возможности Можно делать И это Вот это у нас Без внимания Как-то осталось Сейчас тоже Тихонечку 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 Начинает Появляться Объемчик И чем ниже Да Как я говорила Тем Темнее Тени В некоторых местах Даже Сливается Семечка Вообще Красное Обликует Сразу Чуть-чуть Добавляем Цвета Сюда Добавляем Тени Сюда Добавляем Ну и немножечко Утемняем Да Утемняем Тень И Ложим Слой Получается Еще раз Вот Эту Семечку Уменьшу Служу Слишком Она Большая Там Не Должна Быть Такой Ну вот Тень Прямо У нас Ой Извините Тень Тень У нас Уже Такая Как Надо Практически Утем Утем Пусть какие-то места остаются светленькими, там потому что есть, как я говорила уже, блики, которые мы потом с вами сделаем. Поэтому можно все не закрашивать. Ну и как бы вот, опускаясь ниже, да, вот здесь у нас темный, холодный розовый, опускаясь ниже, у нас розовый уже более тепленький. И вот мы в эту теплоту сейчас как раз таки и уйдем. Доделаем тени. Вот видите, аналогично я просто уже не комментирую, потому что в принципе вы видите, что аналогично как те, так я делаю и эти семечки. Вот какие-то вот эти, такие пятнышки, цвет играет, можно поэтому вот так тоже нам немножко поиграть. Добавляю на палитру розовую и краплак. Вот они последние, да, уже все, все семечки у нас с объемчиком. Последние мы сейчас сделаем. Вот сюда. Как всегда, как всегда, хочется залезть, да, делаешь одно, а залазаешь в другое. Так. На ягодках делаем тень тоже. На семечках. На семечках. На ягодках. На семечках. На семечках. На семечках. И вот опять же вот такими помазочками. неоднородная да такая кожица у клубнички сейчас я просмотрю там где нам нужно на семечках утемнить объемчик добавить так как вот окружность мы делаем с одной стороны тень с другой свет блик чуть-чуть добавляют цветы более темного сюда так в общем и целом вот как бы просмотреть да полностью потому что сейчас сейчас будем делать самое вкусное это свет после которого все заиграет нужными красками так для этого обязательно нужно сделать объемчик на семечках ориентируясь потому откуда идет свет мы делаем тени чуть-чуть тоже можно добавить тут я тоже подкорректирую саму семечку слишком большая получилась а вот здесь делаем опять же тени очень прям этим же красным так вот слегка вот эту семечку вот здесь вот мы сделаем не светлые от красного цвета бликуют выбирают его в себя сейчас давайте посмотрим где нам можно поставить сейчас я возьму плоскую кисточку вот эти вот я не случайно оставила светлые места вот сейчас мы их прям так же если помните как мы замешивали белила желтая и карминовая и вот на их сейчас даже более светлыми сделаем то есть даже такими вот мазками хаотичными хаотичными ну не то что хаотичными оставляя конечно тот объемчик который мы уже положили сейчас мы будем делать а краска высохнет станет немножко темнее пускай здесь уже четко надо ориентироваться на фотографию если сразу да мы как-то не особо смотрели на цвета то сейчас уже надо четко на нее ориентироваться и смотреть где у нас более светлые где потемнее где-то вот видите можно разбавить этот розовый светлым где-то влекует теплым вот где-то вот я по розовому чуть-чуть тоже этим светленьким сделаю и вот так вот еще будем добавлять объемы пока я занялась да вот этой частью а потом мы сделаем и нижнюю часть здесь у нас светлые здесь светленько вот тут блечок пошел светленький вот так вот слегка и вот здесь вот видите мы не зря оставили вот этот вот светлый сейчас еще чуть-чуть его светлым где-то сверху вот так будет где-то так чуть-чуть здесь тоже не одинаково где-то прям где-то прям вот так вот идет в обход самой семечки и там дальше допустим уходит вот смотрим где здесь сейчас я хочу взять розовый сделать холодный именно розовый с белилками покажу вот так и вот здесь где у нас бликует в тени кое-где положить розовенького этого тоже прям возле семечки можно где-то рядом вот так кое-где кое-где и не одинаково так сейчас еще более светленьким вот здесь и вот вот это вот многослойность дает хороший эффект там где свет да у нас самые яркие пятна получается я сейчас делаю уже ярко давайте пока у меня розовый я сделаю и здесь внизу внизу вот такими тоже движениями обязательно нужно чтобы розовый тот который у нас есть все равно проглядывал то есть мы его вообще полностью не закрашиваем мы делаем вот блики делаем свет сейчас там где он падает и где его сильно видно где он бликует но основной вот этот розовый и потом тепленький красный все равно они присутствуют никуда не делись ну вот самый яркий здесь а чем дальше тем темнее уводим чуть-чуть чуть-чуть посветлее то есть сделаем и еще один слой и такие неровности которые 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 есть да в ягоде вот их крупным планом это очень очень хорошо видно очень хорошо видно вот розовенький потемнее вот я взяла тоже пускай там остается посветлее здесь будет потемнее в одном месте можно прямо так обвести саму семечку и продолжить вот сюда слегка слегка как бы падает туда этот розовый и оставить так и вот сейчас здесь светленькие тоже есть у нас блики но они уже тепленькие поэтому я взяла карминовую с белилами делаю теплым вот она начинает блестеть ягодка вот опять так вот вот места которые остаются у нас как бы вот без других оттеночков я тем же самым карминовым сейчас их усилю то есть сейчас мы уже мажем губки как говорится клубнички там где вот смотрим опять же да по фотографии вот сюда чуть-чуть теплинки заведем так так ну слишком много конечно самих бликов делать не надо потому что будет перебор тень перестанет быть тенью а свет светом так давайте сейчас чистыми белилами чистыми белилами сделаем именно вот эти вот светлые блики которые и придают очарование всей ягоди больше никаких намешиваний и чисто там где вот они есть эти белые прям толстеньким таким слоем мы сделаем сейчас здесь бликует вот здесь не все пятно я закрашиваю а так вот видите тоже такими вот это пятнышко есть можно и чуть-чуть потянули чуть-чуть потянули вниз здесь опять вот она сейчас у нас заблестит станет сочной и вкусной сложно комментировать когда делаешь более тонкую работу так вот чуть-чуть можно эти тоже придаст естественности вот эти вот маленькие мазочки вот они видите под ягодками тоже кое-где блекует чуть-чуть совсем либо переборщить тоже нельзя ну а здесь у нас прям вот семечки обведены и уходит туда дальше свет тоже это все неоднородно такими вот мазочками вот здесь можно вот тут номер semечко сделать вот здесь можно вот тутhost эти даже белый цвет все равно прозрачники кое-где приходится еще добавлять так и вот сюда тоже мы сейчас спустимся сюда уже сильно не будем потому что там нет такого яркого света нужно еще вот эту семечку обозначить и просто еще сверху ложу еще более пастозный слой кое-где не везде посмотрим где здесь у нас возле каких семечек тоже немножечко блестит цвет где-то поярче где-то потемнее там где позволяет объемчик самой клубники где он ловит этот цвет вот видите ну чуть-чуть уже не так ярко ну и сейчас мы должны положить тоже светлые пятнышки на семечки тоже там где они нужны вот где у нас допустим сильно на свету так чуть-чуть розового схватило ну тоже смотрите семечки которые здесь они все равно будут посветлее а вот здесь самые яркие тоже такие пастозные блики можно положить они загорятся сейчас нас как на солнышке вот где сам свет там мы делаем ярким белым и только вот с этой стороны да сверху обязательно так ну вот здесь чуть-чуть обозначим вот тут прям семечки есть которые сливаются вообще с окружающим пространством есть которые прям вот даже здесь видите она вот блестит все какие-то здесь только я уже буду их делать более приглушенным с одной стороны только блестит вот здесь чуть-чуть желтоватого намешала я в берелке эти семечки уже не надо чтобы выделялись у нас сильно поэтому они так просто свет добавим в них чуть-чуть чуть-чуть даже на вот эти надо обязательно положить вот сейчас просохнет я так не пастозно уже а более жидко ложу и он будет такой как нужно где-то еще тут нужно в принципе там дальний этот план можно и не трогать только те которые вы ближе к нам семечки сильно простостно я вытру ну друзья подходим с вами к концу пока я вот доделываю в принципе уже все вы можете спросить у меня если что-то вам непонятно я думаю пошагово вот так у всех должно получиться самое главное не делать сразу вот эти вот блики то есть на такую красоту не вестись а самое главное иметь терпение и делать подмалевочные да вот эти вот слои которые потом живописность передают работе вот кое-где пока буду ждать ваших вопросов кое-где я еще так то добавлю их а сейчас немножечко чтобы мы не забыли про листики я еще сделаю сейчас еще один слой просто вот они у нас совсем пока не очень второй слой должен быть обязательно так желтенький и зеленый вот второй слой видите он более гладко уже ложится более красиво в принципе вы и видели как она здесь при желании вы можете еще доработать делать еще слой где-то там посветлее где-то потемнее ну сам принцип я думаю что понятен добавим объемчика в листик так так ну да мы почти закончили ну видите без листочков прописанных все равно было бы не так вот я сейчас возьму лимонный с желтым и вот эту вот кромочку которая все-таки тут есть тоже на листочке я ее сделаю ну конечно же так чуть-чуть слегка сейчас пропишем те дальние листочки вот этот вот сейчас немножечко можно откорректировать форму если есть желание такое холодненький можно положить тоже для этого зеленый смешиваем с синим вот сюда уводим так уже более светло и эти листочки подправим гайзом 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 друзья близится все завершение я смотрю вопросов у вас нет подписывайтесь на наши youtube канал и смотрите наши мастер-классы ставьте классы ваше внимание нам всегда дорого поэтому мы вас всегда ждем ждем ваших картин в группах одноклассников вконтакте можно написать мне в личку если что-то непонятное хотите задать вопрос ну вот и все друзья я желаю вам здоровья хорошего настроения и творческих успехов и до новых встреч до свидания